Дмитрий Борисович, уже ходят даже в Украину, но украинцы такой народ, нам, конечно, сложно, но смеяться мы не перестаём, ибо это поддерживает наш дух. Так вот, по поводу того, что Шойгу всех обзванивает, ну, кого может, конечно, и рассказывает о так называемой какой-то грязной бомбе, которую украинцы срочно-срочно могут применить. Плюс мы видим, что западные партнёры, особенно после того, как господин Штайнмайер посидел в бомбоубежище, прибыв в Украину, активизировались вновь и поставки вооружений. Плюс учения США на границе с Украиной в Румынии. Говорит ли это о новой эскалации конфликта? Говорит ли это о том, что Шойгу, которая обзванивает, рассказывает о грязной бомбе, что Россия сама её может применить, да, сказав, что это Украина? Ну, как бы они очень часто это говорят в своей пропаганде. Вот, и вот о чём это всё может говорить, вот этот улей, который жужжит, 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 вот во что это может вылиться? Ну, на мой простецкий взгляд, ситуация объясняется следующим образом. Шойгу не такой дурак, и Путин не такой дурак, и Лавров не такой дурак, чтобы всерьёз поверить, что на Западе примут байку о том, что Украина громыхнёт ядерной бомбой. Ну, это не укладывается ни в какие рациональные ворота, по куче причин. Первая причина Украины – нет, ядерной бомбы ни грязной, ни другой. Вторая, и, собственно говоря, ведь российская пропаганда нам сейчас рассказывает, что эту грязную бомбу привезут из Британии, для того, чтобы украинцы её громыхнули. Это новенькое, это я упустила. Вот нам рассказывает это. А во-вторых, ну, какой резон Украине взрывать грязную бомбу на собственной территории, травить своё население и, кстати говоря, партнёров на Западе? Потому что ветры дуют куда хотят, и нуклиды эти могут оказаться где угодно, и в Чехии, и в Румынии, и так далее. Ну, ежу понятно, что Украине ни с какого боку это не интересно. А почему же тогда они об этом говорят? А потому что им важно вернуть, встроить в контекст международного обсуждения вот эту тему. Потому что, ну, да, они понимают, что на Западе им не поверят. Но на Западе подумают, что под флагом Украины эту ядерную бомбу может взорвать Шойгу или Путин. И это просчитывается на счёт раз, условно говоря. А велика ли разница избирателю в Германии, во Франции, может быть, даже в Британии или в Греции, если радиоактивные нуклиды из осадков атмосферных выпадут на их территорию, откуда эти нуклиды? Российские они, украинские? Понятно, что важно, чтобы сама тема обсуждалась. И поэтому они говорят, да, 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 Украина готова-готова, прекрасно понимая в скобках, что все понимают о том, что, про то, что готова Россия. И таким образом создаётся страшилка очередная. Потому что Путин уже, по-моему, семь раз на моей памяти упомянул, что у России есть ядерное оружие. Спасибо, в общем-то, это и без него знали, что у России есть ядерное оружие. И она может его использовать. Но последний раз он сказал, что это не блеф. То есть, в предыдущие разы, по-видимому, это был блеф. Но, в общем, разговор про тактическое ядерное оружие, он как бы притупился, уже надоел. А вот грязная бомба – это что-то свежее, но тоже страшное. Соответственно, логика такая. Ребята, неважно, Украина бросит, не Украина бросит, мы бросим. Но тема – вот она, вот она, ядерная бомба. Вы хотите её? Нет, не хотите. Ну, тогда давайте лучше сядем договариваться. Путин – это знак того, что у Путина крайне плохие дела на украинском фронте. Ему нужны переговоры. И то он пускает госпожу Митвиенко с ласковыми рассуждениями о том, что надо бы сесть за стол переговоров. То он какого-то брутального джентльмена из Гвинеи посылает Зеленскому с тем, чтобы тот его убедил, что пора садиться за стол переговоров. Также вот сейчас они давят на западные элиты и на западных избирателей страшилкой про грязную атомную бомбу, которая откуда-то как бы возьмёт Украина. Хотя на самом деле очевидно, что её может взять только Россия. Так что это признак того, что конфиденциальная война, ну, война разрешёнными видами оружия, Путином проигрывается. И ему надо топнуть ногой, грохнуть кулаком с тем, чтобы его испугались и сказали, да-да-да, садимся за стол переговоров, зафиксируем ту ситуацию, которая вас устраивает. Ну, опять же, это настолько, мне кажется, очевидно и настолько неумно, что и Зеленский это всё просчитывает по щелчку пальцев, и тем более на Западе это просчитывает. Ну да, запустят экспертов из МАГАТЭ, ну да, запустят экспертов из ООН. Они сделают вывод, что нет у Украины этой ядерной бомбы, потому что другого вывода они сделать не могут. И всё это знак только одного, что Путин понимает, насколько плохи у него дела. Да, но есть ещё ЗАЭС, Запорожская атомная станция. Вот и тоже приходят сообщения от начальника, например, главного оперативного управления Генштаба ВСО Алексея Громова, что оккупанты во время отступления из Херсонской области могут взорвать жилые массивы, а также устроить теракт на ЗАЭС, ну и, естественно, обвинив это всём. Могут. И, кстати говоря, и грязную атомную бомбу бросить могут. Это же всё... Так мы с вами как бы с некоторой иронией это обсуждаем. А может быть. А могут взорвать плотину на Каховской дамбе, да? Я знаю, что на 10 лет без воды, например. Ну, дело в том, что в течение недели будет наводнение в нижней части Днепра, мало никому не покажется. Знаете, в декабре или там в ноябре наводнение – это катастрофа экологическая. Так что речь идет о том, что, проигрывая конфиденциальную войну, Путин всеми возможными путями демонстрировал, что он готов пойти на экологическую, на ядерную катастрофу, на сжигание каких-то украинских территорий ядерным огнём. Ему не важно. Ему важно, чтобы испугались. И сказали, дяденька, только не взрывай Каховскую дамбу. Только не взрывай ядерный завод, потому что никому Новый Чернобыль не нужен. Ладно, не буду, скажет дяденька. Но тогда давайте переговариваться. Ну, вот логика, мне кажется, достаточно очевидна. Но ведь, получается, он сильный только пока шантажирует. Шантаж есть по стилю. Он блефует и шантажирует, это его стилистика. Напрыгнуть, напугать, пальцы растопырить, а вы должны испугаться и заплатить. Субтитры создавал DimaTorzok